Всем привет! Опять читаю в комментариях бесконечные споры и высказывания о том, что в 80-х музыка закончилась пошел тыц-тыц-тыц ничего интересного нет не было, точнее почему-то никто не говорит о 90-х при этом 80-е не нравится хорошо, 90-е непонятно, что нулевые вообще большой вопрос какая-то ерунда какая-то полная ерунда какая разница, в каком году записана и вышла пластинка если она хорошая какое имеет значение год ее издания никакого, абсолютно скажу я вам это и посмеюсь ядовито может быть, кому-то покажется глупо ну, пускай и все продолжается вот это вот деление на стиле вот настоящий рок металл, хард-рок что-то такое еще какой-то рок гранж панк-рок ужасный который только скажи панк где-нибудь напиши сразу фу почему-то я не понимаю почему но для тех, кто любит делить музыку на стиле специально я достал вот такую пластинку The Smashing Pumpkins Melancholy and the Infinite Sadness называется она 1995 год вот такой красоты атомный просто альбом вот такая штука ой, вот это сложно тройник целый тройник но я думаю, что все абсолютно эту пластинку знают конечно ее нельзя не знать The Smashing Pumpkins Melancholy and the Infinite Sadness Infinite Sadness она выходила много раз это очередное переиздание с такой яростно красивой книжкой с текстами количество текстов здесь такое что имена музыкантов и кто на чем угодает сюда не вместилось потому что очень много текста Корган написал они есть вот здесь вот в серединке с этой прекрасной фотографией то есть информация полная совершенного содержства Melancholy and the Infinite Sadness в каком стиле записан этот альбом? в каком стиле здесь музыка? куда его отнести? я лично не могу сказать но критики выходят очень просто из таких ситуаций это смесь гранжа, дримпопа нойза панк-рока и там стоунов допустим вот и думай вот и разбирайся что это за ну так же как и про хорошие группы 70-х писали это смесь фолка хард-рока и чуть-чуть прогрессива очень просто хорошо быть критиком да? на любой вопрос готов ответ так же собственно говоря и в комментариях я читаю это группа с элементами прога которая играет хард-рок иногда настроение фолка возникает и используются индийские инструменты и что? и что вы хотите мне этим сказать? да ничего потому что стилевые границы это такая чушь невероятная такая смертельная отвратительная чушь которая все портит на самом деле потому что опять-таки как я неоднократно уже говорил многие люди начинают слушать стиль а не слушать музыку если написано где-нибудь в энциклопедии эта группа играет панк-рок все губай Америка до свидания эту группу я слушать не буду но Билли Кордон главное действующее лицо группы The Smash and Pumpkins и пожалуй единственный член группы который присутствует на всех альбомах ну там есть костяк группы который сначала держался потом развалился потом частично собрался вновь потом опять кто-то ушел кто-то пришел в общем обычная история я уже говорил много раз что группа хорошая чтобы писать хорошую музыку которая берет за душу должна все время находиться на грани распада или вообще распадаться или вообще распасться ну а потом собраться может быть а может и не собраться но в любом случае это будет здорово будет нерв присутствовать вот чего-чего а нерва у Билли Кордона более чем может быть даже где-то с излишком но тем не менее пластинка замечательная сам Корбан называл ее пластинкой стена ну это как стена Pink Floyd для поколения X так умно написал Корбан в каких-то там заметках своих эту фразу цитируют бесконечно во всех справочниках во всех источниках во всех статьях которые посвящены группе The Smashing Pumpkins а ей посвящать можно и нужно много потому что группа замечательная действительно один из монстров вот как бы сказать так вот так сказать чтобы ну как говорят альтернативного рока что такое альтернативный рок я понятия не имею вообще вообще не понимаю что это значит альтернативный рок альтернативный чему альтернативный старому року Но это же рок тоже, и то рок, и это рок, почему он альтернативный Курехин очень хорошо сказал однажды, что все, что было после Sex Pistols Любая музыка, вся музыка мира, которая вышла в свет после Sex Pistols, это постпанк Потому что она сыграна после панка Вот был панк в 76-77 году, был панк А все, что после него, это постпанк Я придерживаюсь этой же точки зрения Поэтому все наши артисты, которые записали музыку после 77-го года, это постпанк Будем так вот говорить Так вот, это один из монстров современной музыки Хотя панка вышла в 95-м году, то есть она уже старая достаточно Но звучит она вполне современно Звучит не так, как группа Дипёбл в 1969-м, например То есть она, можно сказать, новая Это очередное переиздание Почему очередное? Потому что было несколько переизданий И здесь песен намного больше, чем в оригинальном издании Оригинального винила у меня не было, я его никогда не видел Эта пластинка вышла сравнительно недавно, уже в третьем тысячелетии И песен здесь я скажу вам сколько? 5, 10, 15, 20, 25, 30 В оригинале, по-моему, что-то около 20 с небольшим Но здесь их немножко побольше Стороны разделены очень умно Первая сторона Dawn Вторая Tea Time Dawn, понятно, рассвет, да Tea Time Dusk Twilight Сумерки, разные стороны Midnight Starlight 3, 4, 5, 6 сторон Все правильно Вроде бы концептуальный альбом Корган его не считал концептуальным альбомом Хотя Стинапинг Флойда это концептуальный альбом Но получился у Коргана альбом абсолютно концептуальный О жизни, смерти, любви, изменах Трагедиях, драмах, одиночестве и тому подобное О чем положено петь нормальному рок-музыканту и играть Это основные темы творчества Ну, собственно говоря, и в литературе это основные темы Я не побоюсь этого слова Даже и в живописи это основные темы творчества Ну, а красоты природы здесь обозначены названиями Песен и названиями сторон Окружающий мир представлен в полной мере И слушать эту пластинку можно для тех, кто ее не слышал никогда Я уверен, что таких людей очень мало на свете Потому что любой уважающий себя человек This machine pumpkin знает наизусть Любой уважающий себя человек, я сказал Не меломанга, а человек Все люди must have this music This kind of music Ее можно слушать с любой стороны Хотя подразумевается развитие, да, рассвет Время чая, да, день, сумерки, закат Полночь и звездный свет Ну, такой цикл Ну, собственно, цикличность тут и представлена даже в облушке Некоторым образом Ну, я бы не сравнил эту пластинку со стеной Pink Floyd Я бы сравнил ее с белым альбомом Битлз Не в том смысле, что похожая музыка здесь Она, в общем, не похожа на Битлз А в том смысле, что Настолько разные стили Настолько разная здесь Разная структура песен Настолько все по-разному Что Это, конечно, ближе к белому альбому Чем к стене, которая монолитна абсолютно Все песни как одна идут Ну, там, не будем делить быстро и медленно Это абсолютно не играет никакой роли А они все вот в таком звуке Мощном, грандиозном, помпезном, гитарном А здесь вообще все по-разному Здесь Если сначала включаться в альбом Со стороны даун Просвет, да Небольшое вступление в фортепиано Очень красивое А потом грандиозная Арт-роковая, можно сказать, песня Ту-найт, ту-найт Собственно говоря, если бы Корган написал Только одну песню Ту-найт, ту-найт Он бы уже вошел в историю Потому что Это настолько красиво Настолько мощно Настолько оркестрово Настоящий симфонический оркестр Огромный здесь играет Барабан и гитара Корган поет своим Отвратительным голосом Который здесь не отвратительен В этой песне Безумно красиво Никогда не скажешь, что это Какой-то там альтернативный рок В смеси с гранжем В смеси с панком В смеси с чем-то еще Еще, еще Нет, это просто Какой-то просто Такой вот Симфонический выплеск Красоты Я бы сказал Дальф продолжается Сеттифли Известная песня Медленная Но не скажу, что баллада А Сьюита С текстом Такое медленное произведение In Drums of Sleep Туда же И Take Me Down Точнее Тоже все очень красиво Очень Торжественно В то же время Очень вирически Зато Tea Time Вторая сторона Джелли Белли Сразу начинается С адских гитар С адского Просто Адской Зарубы Бодис Следующий номер Это еще более Зверская заруба Гитарная Со скрежетом Зубовным Злобным И невероятным И так же продолжается До конца To forgive Песня третья Начинается Вроде медленно Хорошо Но Это обман Ничего там Хорошо Не будет Будет Злобно Страшно Дико И громко В общем Вся сторона Tea Time Она вот такое Безумное чаепитие Как у Льюиса Кэрролла Хотя Льюиса Кэрролла Я терпеть не могу Это какой-то Шизофреник Которого Растиражировали И Псевдоинтеллигенты Считают его Гениальным писателем По-моему Это ужас Просто страшно Сторона Данск Еще лучше Bullet with Butterfly Wings Песня Понятно Что пуля с крыльями Бабочки Она так и звучит Как пуля с крыльями Бабочки Она убивает Просто наповал Сразу Дикими гитарами Коргана Которых он Накладывает Здесь Не побоюсь этого слова Накладывает Очень много слоев И они ревут Режут На части Тело Мозг И рушат Личность Нашу Может быть это хорошо Потому что здесь Он ее Разрушил А потом Он ее будет Собирать Трудавицу Руби Еще более Адская песня Если говорить О гитарном звуке Тут Гитар Где-то я читал В каком-то Комментарии Что Там Условно говоря Там 70 слоев Гитар Было записано Из кусочков Эта песня Была собрана Из кусочков Гитарных партий В общем Гитар очень много Но при этом Все очень красиво Звучит А вот Мазл Следующий номер Номер 3 Она очень громкая Очень такая Тьфу-тьфу-тьфу Гранжевая Отчасти Но по структуре Очень похожа На песню Боба Дилана По мелодике По структуре По гармонии Какие-то Диланизмы Там присутствуют Хотя она Очень такая Рок С барабанами Со всеми делами Просто Взрывная А вот Галапагос Следующий номер Он рифмуется Прямо с Ту-найт Ту-найт Оркестровка Симфонический Оркестр Естественно И очень Красивое Пение Очень красивая Мелодия Просто Здравствуй Дорогой Наш Арт-рок Мы к нему Приехали Неожиданно Из адских Песен Про летающие Пули Переходим Пропускаем Телс В Скворжит Элт Переходим На Твайлайт Совсем Другой стиль Уже Абсолютно 1979 Выведенные Вперед Барабаны Бочка Впереди И очень Прозрачная Фактура Музыкальная Под ней Beautiful Следующий номер Beautiful Само название Говорит о том Что песня Beautiful Начинается Какой-то Дримпоп Просто Просто Начинается Дримпоп Который Мы Видим И на Последней Стороне Под названием Старлайт Здесь Реприза Песни Корбана На этот Аббом А лучше Не говорите Ничего А послушайте Я вот сейчас Буду слушать В очередной раз Три пластинки Хватит надолго До Midnight Я дойду Может быть Даже И до Старлайт Ну и Конечно же Пойду Пить Предварительно Перед тем Как погрузиться В чудесные Меры Билли Коргана Пока